Какие три самых главных опасности парка Катиен? Что здесь нужно бояться, чего нужно опасаться любому туристу, в том числе и экотуристу? Итак, первая, самая грозная опасность парка Катиен, ровно такая же, как и в Ленинградской области. Это клещи. Клещи есть везде и вне зависимости от сезона вы всегда можете его подцепить. И вьетнамские клещи переносят те же болезни, которые переносят наши, но плюс еще и вполне возможно много своих, в том числе даже не изученных, не открытых и не описанных. Поэтому остерегайтесь в первую очередь клещей, следите за собой, делайте так, чтобы клещу было трудно пробиться к вашему телу, заправляйте футболку в штаны, штаны в носки и не ходите по траве без надобности. В общем-то, если вы ходите по дорожкам, то поймать клеща практически невозможно. Но если вы делаете шаг в траву, есть шанс уже, что он перелезет на вас. Вторая опасность парка Катиен – это большие здоровые быки, которые здесь ходят и которые являются самыми крупными рогатыми созданиями нашей планеты. Это гауры. Мало того, что они крупные, они, в общем-то, довольно свирепые, особенно если их предварительно перед этим разозлить. Поэтому, если увидите вдалеке гауров, не надо бежать к ним обниматься. И опять же, вдруг вы пересекаете какую-то часть вне тропы и наткнетесь на стадо, то это может быть опасно. Говорят, что несколько человек здесь пострадало. Третье довольно опасное создание, которое вы можете здесь встретить – это слон. К слонам тоже не надо бежать с криками «Ой, слоник, слоник!» Давайте сфотографируемся. При всевозможных специфических настроениях у тех или иных слонов, особенно если это молодой самец, который лишен доступа к телу самок, он может вымещать свою злость, в том числе и на туристах. Поэтому лучше держаться от слонов подальше от диких слонов. Ну и на самом деле и от не диких тоже, потому что эксплуатация этих замечательных умных животных – некое преступление человечества перед всей природы, не только перед отдельным взятым видом. Вы спросите насчет тигров, леопардов и других товарищей. Шансов с ними встретиться практически нет. Вот крокодилы тоже здесь есть, но если вы не будете плавать специально в озере, то познакомиться с ним непосредственно у вас тоже не получится. Знающие люди спросят, а как же, как мары? Конечно же, комар убивает больше людей в мире, чем все животные вместе взятые. Ну, в первую очередь из-за того, что переносят малярии. А мы знаем, что в Вьетнаме есть лихорадка Денге. Неприятное заболевание, не такое опасное для европейцев, как для местных, но все равно неприятное. Так вот, их, конечно, тоже необходимо опасаться и прыскаться всевозможными спреями при посещении парка. Единственное, что, вроде бы как, в Катиене случаи зарегистрированных лихорадки Денге не было очень давно. Но шанс такой случается, поэтому репеллент носите с собой и спите под москитной сеткой, либо следите, чтобы к вам не забилось 3 миллиона комаров в комнату перед тем, как вы легли спать. В общем-то, 3 самых основных опасности я назвал, об остальных немножко тоже поговорил. Имейте это в виду и следите не только за окружающей средой, но и за своим телом, его поверхностью и всевозможными маленькими существами, которые вокруг вас кружат. Вот здесь, в Вьетнаме, эти маленькие существа могут быть очень коварными. Так что берегите себя и все будет замечательно. Видео про самых опасных животных Катиена. Я не упомянул змей. Они здесь есть. Их очень много. Они разнообразные. И многие из них смертельно опасны. Но дело в том, что вьетнамцы едят все, что движется. И у местных змей, вообще-то, уже должна была выбраться эволюционная особенность. Пугаться человека. И при малейшем движении или каком-то сигнале его приближений скрываться в глухой чаще. Например, вот такой. И действительно, если вы все-таки не ходите совсем уж по джунглу на джунгли, то змей вам бояться не стоит. Но здесь есть и кобры, и крайты. И еще несколько наименований ползающих созданий, на которых настоятельно не рекомендую наступать. Но опять же, ходя по таким дорожкам, вы можете спокойно контролировать всех животных, которые попадаются на вашем пути. Но опять же, даже если вдруг вы решили сойти с тропы, топайте. Топайте, чтобы змея вас услышала и избежала встречи с вами. Субтитры сделал DimaTorzok